В эфире очередной информационный блог от Славянской Церкви Агентисов 7 дня здесь, в городе Сакраменто. И очень приятно приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа, дорогие друзья. У нас тут еще проходит детская встреча, поэтому, возможно, вы услышите шум детей, но это приятно, когда церковь живет, трудится, служит для всяких возрастов и поколений вот на этой территории. Слава Богу за это. Хочу в первую очередь выразить слова соболезнования еще раз родным и близким сестры Стефе Качмар. В этот вторник состоялось похоронное служение, поэтому пускай Бог укрепит и поддержит те, кто понес такую большую утрату в своей жизни. Еще раз Божьих вам благословений, дорогие друзья. В эту субботу у нас по графику должен проповедовать гость нашей Церкви Михаил Демьян. Мы очень рады будем его видеть. Он не так давно приехал из Евангельской программы с Украины. Я знаю, что планирует очередную программу на Кавказ, и я думаю, что нам будет интересно услышать и о его опыте мизионерском. Ну и я уверен, что Бог особенным образом будет обращаться к нам с тем словом, через которое Он будет нести весть Евангелия. Поэтому, пожалуйста, молитесь за его служение, чтобы оно было большим благословением для каждого из нас. Хочу также напомнить, что в эту субботу в 5 часов вечера у нас будет праздничное служение молодежного движения ЛЭД. Они празднуют год с того момента, как организовали свое служение здесь. Поэтому приглашаем всех, будет много интересного, разные спикеры. И это будет тоже большим благословением, в первую очередь, для молодежи, но также для всех тех, кто захочет присоединиться к ним на этом служении. Так что ждем вас в 5 часов вечера. Ну и, конечно же, хочу напомнить, что после утреннего служения в эту же субботу у нас будет деловая встреча со всеми людьми, которые принимают участие в служении на сцене. Повторю еще раз. Это проповедующие, это те, кто поет, это те, кто играет, те, кто открывает служение, рассказывает детские истории, проводит служение сбора дров или миссионерские вести. То есть, всех этих людей мы приглашаем на эту встречу. Мы подготовили специально обед для этой команды, для всех участников, их семей. Ну а после обеда мы сразу же начнем нашу встречу. Так что, пожалуйста, не пропустите. Для нас это очень и очень важно. Ну и, как я уже тоже говорил, 16-го числа, то есть через субботу, в 5 часов вечера, собирает свою команду руководитель музыкального отдела. Тоже встреча обещает быть очень интересной. Ну и, кроме того, будет очень приятная атмосфера для того, чтобы поближе познакомиться со своими братьями и сестрами, коллегами, которые трудятся на субботу. И опять-таки хочу повторить, мы приглашаем не только тех, кто уже принимает участие в музыкальном служении нашей общины, но и тех, кто хотел бы к этому служению присоединиться. Так что, добро пожаловать, 16-го числа, в 5 часов вечера на эту встречу. Дальше. Хочу напомнить, или для кого-то сказать, 23-го сентября у нас в гостях будет секретарь нашей конференции, Хосе Марин, и он будет проповедовать. Это, наверное, первая его проповедь в нашей церкви. Так что, ждем вас, будет очень приятно. Я его хорошо знаю, он благословенный Богом проповедник. Думаю, что это тоже будет особая вещь для нашей общины. Не пропустите это служение. Ну, а 30-го сентября у нас будет служение вечерей Господней. Итак, гостей у нас много на протяжении этого месяца. Но это, слава Богу, это очень приятно. Также хочу сказать, что с 6 по 8 октября семейное дело нашей церкви планирует особенное мероприятие на выезде. Оно будет в Санта-Крус. В первую очередь, эта встреча, она для родителей, у которых есть дети. Ну, скажем так, еще того возраста, когда дети вместе с вами, вы можете на них каким-то образом влиять. Также мы приглашаем бабушек и дедушек, так как встреча будет касаться, в первую очередь, построения отношений между детьми, родителями, бабушками и дедушками. Так что всех вас приглашаем. Для того, чтобы попасть на эту встречу, вам надо зарегистрироваться. Вот вы увидите сейчас QR-код для регистрации. Ну, а там вы найдете всю необходимую информацию для того, чтобы вы смогли проехать на эту встречу. Если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, можете обращаться непосредственно ко мне. Или же вот по номеру телефона обращайтесь к руководителю или руководителям семейного отдела нашей церкви. Я думаю, что это будет тоже очень приятно и благословенная встреча для каждого из нас. Ну, а сейчас хочу перейти к молитвенному блоку. Мы и дальше продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Козыренко, Валентину Жигайло, Ларису Подоляко. Также мы молимся за окончание войны в Украине. Мы молимся за нашу сестру Майю Нилсон. Она просила, чтобы мы молились за ее племянницу, за ее сына. Есть очень много молитвенных просьб. И они касаются, конечно, в первую очередь, нужд всяких. Поэтому, пожалуйста, вспоминайте этих людей. Пускай Бог особенным образом заботится, поддерживает их своей рукой. Ну, а в заключении хочу прочитать текст из книги-притчи, 9 глава, 10 стих. И тут написано. Начало мудрости, благоговения перед Господом. Познание святого. Это есть разумение. Пускай Бог благословит нас, чтобы мы никогда не останавливались в познании Его. Ведь это, как сказано тут в этом тексте, дарует нам мудрость для этой жизни. Всего вам наилучшего, дорогие друзья. До встречи на нашем благослужении в субботу или же в прямом эфире. До свидания. Продолжение следует...